26 работ. В основном это гобелены в необычном исполнении. Автор старается сделать свои работы не просто внешне теплыми, но и объемными за счет неожиданных решений. Добавление кожаных и замшевых вставок. Сегодня Вера Добрынина проводит первую экскурсию с момента открытия выставки. Судя по внимательным взглядам и искренним комментариям, юным полевчанам нравится. Мы с классом очень часто сюда ходим. Здесь разнообразные картины бывают и поделки. А вот на этой выставке мне понравилась больше всего «Дама с единорогом». Почему? Ну, потому что она такая сложная и красивая. Мне очень она понравилась. Мне понравились из тканей работы. Они интересные, необычные, красочные. Есть не очень красочные, но это тоже красиво. Больше понравилась белая лошадь. Она красивая очень. Посмотреть действительно есть на что. Наряду с простыми сюжетами есть явно философские. Например, православный триптих, выполненный в стиле батика. Тут действительно стоит не пробежать и мимо, а именно задуматься, приглядеться. Очень интересный триптих. Ну и тоже триптих. Автору мало одного полотна. Она хочет показать именно больше, и поэтому создаются вот такие триптихи. Триптих посвящен прекрасной даме. Тоже интересный. Ну, в общем-то, все работы приглашают к раздумью, так скажем. Молодая пенсионерка-полевчанка Галина Починская со своей коллекцией вязаных кукол идеально влилась в текстильную тематику всей выставки. Детям ее забавные зверята пришлись по душе. Многие даже решили, придя домой, взяться за крючки и попробовать сделать что-то подобное своими руками. Экскурсовод Вера Добрынина отмечает, такие выставки всегда дают положительные отзывы. Это рассчитано и на детскую, и на взрослую аудиторию. Тоже есть чему посмотреть, удивиться, поучиться, так скажем. Текстильная выставка продлится до 26 октября. Затем полевчан ждет сюрприз от культурно-экспозиционного комплекса Бажовский. Выставка – кружевница. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости нашего города.